Всем привет, это Жанна. В сегодняшнем ролике я покажу вам 10 моих самых любимых продуктов сайта iHerb. Это видео вызвано тем, что периодически под видео, в которых я показываю продукцию с iHerb, девчонки, которые никогда не заказывали с этого сайта товары, но хотят сделать первый заказ и попробовать, они меня просят показать именно за все время, а я iHerb пользуюсь уже 4 года, показать самые любимые, вот то, что я действительно советую от всей души и ни капли не сомневаюсь, поэтому я подсчитала, у меня на самом деле продуктов больше десяти, но я решила сделать продукты, которые актуальны в данный момент, именно в холодное время года, осень, зима, весна и будет как продукты питания, так и декоративки несколько, уходовая косметика, витамины, всего по чуть-чуть, поэтому давайте начнем. И еще для тех, кто никогда не заказывал с этого сайта, я пару слов скажу о том, как осуществляется доставка, оплата и так далее. Доставка на iHerb длится от недели до трех недель, по крайней мере, это сроки, которые ко мне доставлялся товар. Доставка от 60 долларов заказа бесплатная, то есть, если вы делаете заказ на 60 долларов и более, вам доставку оплачивать не нужно, это большой плюс, я считаю. Также вы можете пользоваться купоном, который я всегда оставляю в описании под видео, если вы его введете при оформлении заказа, то у вас появится максимальная скидка, потому что некоторые товары на 10%, некоторые 5%, поэтому точно я вам не скажу, смотря что вы будете заказывать, но вводите этот купон и у вас появится ваша скидка, и если вы заказываете первый раз, у вас будет скидка еще 10 долларов. Плюс там всегда на iHerb всегда проводятся какие-то акции, скидки, распродажи, но они ограничены по времени, поэтому, но они всегда есть, то есть в любой момент, когда вы зайдете, решите что-то заказать, если вы зайдете в какие акции в данный момент есть, вы увидите, что в данный момент вы можете заказать с хорошей скидкой. И плюс, в конце, когда вы заказываете, я всегда беру пару пробных товаров, два пробных товара, можно выбрать по той же большой скидке на пробу, там иногда бывают действительно пробники, а бывают иногда полноценные, полноразмерные товары. Вот, вроде все, сказала, а теперь давайте начнем о продуктах. Первое, что я хочу посоветовать заказать с iHerb, это, конечно же, витамины, потому что iHerb именно славится своими витаминами, БАДами, спортивным питанием, и у них огромный выбор различных витаминов, различных БАДов. Я для себя еще 3 года назад нашла именно эти, OptiWomen, они предназначены специально для женщин. И посмотрев состав, я увидела, что здесь, вот сзади расписан полностью состав, я увидела, и в отзывах об этом, кстати, пишут, что некоторых витаминов или микроэлементов больше суточной нормы, поэтому я принимаю их по одной капсуле в день, а не по две, как заявлено в инструкции. 120 капсул, получается, хватает на 4 месяца, так как я принимаю по одной в день. Как раз именно на тот период, зимний, осенний, когда на улице холодно, когда иммунитет понижается, не хватает витамина в организме, вирусы летают, и вот 4 месяца, начиная где-то с октября я их принимаю, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Вот где-то так мне хватает, потом организм насыщается, и еще до лета, до фруктового, такого овощного периода, когда пока еще не появятся хорошие натуральные витамины, то есть организм еще нормально себе существует. Также я заказываю для мужа, тоже специально для мужчин. Я даже специально когда-то сравнивала составы, чтобы понять, ну, как бы это маркетинговый ход, или действительно витамины по-разному здесь распределены, и оказалось, что да, я вот могу вам привести пример, что витамина С для женщин 417%, а вот мужских 292%. То есть о некоторых, там, других каких-то я смотрела, наоборот, тут меньше, здесь больше. То есть как-то ученые определили, что для женского организма тех-то витаминов нужно больше, а там, а других каких-то меньше. Вот. И также заказываю еще с iHerb детские витамины, но сейчас у меня их нет, они закончились. Я заказываю детям желейные витамины, желейки, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, они в виде мишек. Последний раз я заказывала разные вкусы, там какой-то ассорти было, детям очень нравится. Они у меня всегда просят еще, они их воспринимают как какие-то конфетки. Вот. Но так как дети закончили вот недавно баночку, я заказала им новые, но я где-нибудь здесь оставлю фотографию или ссылку внизу оставлю, какие я заказываю для детей, тоже методом проб и ошибок я определила именно этим. Следующий продукт, который тоже, я считаю, нужно обязательно заказать с iHerb, это омега-3, то есть рыбий жир. Он идет в капсулах, не пугайтесь, кто его никогда не принимал. Если у вас воспоминания о том, как раньше нас заставляли пить рыбий жир, то это уже далеко не та ситуация, это рыбий жир в капсулах. Он не имеет, именно этого производителя, не имеет послевкусия. Когда-то я заказывала в самом начале своего пути на iHerb, заказывала капсулы, после которых была как бы вот такая, ну это не отрыжка, я не знаю, это было какое-то послевкусие во рту ужасное, и я их даже не допила. После этого я заказывала эти, они мне понравились, и я уже тоже раза 3-4 их заказываю периодически. О пользе омега-3 для женского организма, я думаю, не стоит говорить, об этом уже все в курсе и все знают. Волосы, кожа и ногти, это именно вся наша красота женская, и именно она нуждается в омеге-3. Продукт недорогой, бюджетный, поэтому, я думаю, каждый себе может позволить пропивать один хотя бы курс, а лучше два в году. Здесь у меня 100 капсул, хватает мне где-то их на полгода. Их нужно пить по 2 капсулы в день, иногда я пью 2, иногда одну, иногда, правда, забываю вообще выпить, в отличие от, кстати, этих витамин. Я те взяла за правило, что я их пью каждое утро, после завтрака сразу, и как бы я не забываю о них. А вот почему-то рыбий жир, я в течение дня потом начинаю какими-то делами заниматься, иногда могу забыть. Но, тем не менее, вот такой упаковки мне хватает где-то на полгода, периодически я их принимаю. И все лето я их не принимала, и заметила, как под конец лета у меня стали ужасные ногти, они у меня прям сразу ломались, отрастали на миллиметр и ломались. И когда я начала их принимать, я сразу увидела, что ногти стали крепче, волосы стали как-то погуще, что ли, поживее, поблестящей, кожа тоже в хорошем состоянии, поэтому очень советую, недорого, и каждый, я думаю, может себе позволить, тем более для женщины, омега-3 действительно очень-очень важно. Также обязательно попробуйте вот такие бальзамы для губ, я думаю, все, кто заказывал на iHerb, уже их попробовали, они всегда есть в продаже, они недорогие, они имеют, органический, натуральный состав, хватает вот такой упаковочки где-то при активном использовании на месяца-два, и раньше я заказывала их поштучно, по одной разной штучке, раз с разными запахами, а в последнем заказе или в предпоследнем я заказала упаковку, в которой собрано 8 разных вкусов. Мне один только не понравился из них, все 7 остальные подошли, 3 я себе тут вот оставила на туалетном столике, остальные по сумкам разбросала, потому что всегда, когда я где-то на улице долго нахожусь, у меня губы начинают пересыхать, и я их всегда с собой ношу в бальзам для того, чтобы их смазать, и чтобы они у меня не шелушились и не лопались, как тоже бывает иногда. Они мне нравятся, они, как я уже сказала, натурально-органически хорошо питают, они не хуже по своему действию работают, чем всем известный Carmex, но при этом Carmex имеет такой противный какой-то вкус, на мой взгляд. Но эти, в общем, да, очень советую, очень мне не нравится, и заказываю их уже на протяжении вот этих 4 лет. Дальше вот такой увлажняющий крем, который я тоже советую попробовать, я для себя нашла его в этом году, это первая моя упаковка, первая банка, но, тем не менее, я уже уверена в том, что я его буду заказывать снова и снова. Сейчас объясню, почему. Во-первых, здесь большая упаковка, 453 грамма, как раз вот такой упаковки, в моем понимании, хватит мне как раз вот на эту зиму, в то время, когда наша кожа очень сохнет, руки очень сохнут, у меня ноги очень сохнут, проблема такая, связана это с тем, что на улице холодно, с тем, что включается отопление, кожа пересыхает, и состав этого крема просто идеально подходит для того, чтобы этого всего не происходило. В составе есть киуроновая кислота, которая восполняет потерю влаги, также есть керамиды, которые выстраивают защитный слой на коже и не дают ей обветриться на улице на той же, поэтому вот всегда, если на мороз я выхожу, на холод, а у нас уже сейчас очень холодно, я руки смазываю, и когда я прихожу домой, у меня никогда не возникает цыпок, я не знаю, как это по-другому называется, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю, а зачастую так и происходило. У меня раньше его также я наношу на все тело, на ноги, которые у меня пересыхает кожа, внизу, как бы, ниже колена, не знаю, почему именно там, но там вот у меня такое происходит. И также его наношу на шею, на лицо, конечно, хотя я читала в комментариях, в отзывах, вернее, о этом креме, что его и на лицо наносят, потому что состав действительно очень классный, так как у меня есть другие средства, которыми я пользуюсь, и мне тоже очень не нравится, то его я не наношу на лицо, но на шею наношу. Он такой обычный, белый, густой, густоватый, не имеет запаха, запах, может, какой-то едва уловимый, нейтральный, но когда его наносишь на руки, на тело, этот запах не ощущается. И смотрите, вам, наверное, не будет видно, но за три месяца использования я использовала где-то одну четвертую, то есть он такой экономичный, он хорошо впитывается, и уже такое ощущение, что больше не нужно наносить, то есть переборщить с ним нереально. Вот, я тоже его очень советую, мой любимый крем именно для тела, для рук в данный момент. Следующий продукт оказался для меня вообще каким-то открытием, потому что я его заказывала уже давно, и он у меня лежал практически всегда без дела. Ясню почему. Он заявлен как бальзам от синяков и растражений, но так как синяки у меня появляются редко, да у детей тоже как-то в этом году без синяков обошлось, он у меня валялся, и я им периодически, если какое-то раздражение на коже, могла чуть смазать, но практически не использовалась, признаюсь честно. Но тут вот началась осень, и у меня воспалился мой шейный остеохондроз. У меня уже много лет, это тоже проблема. Я прямо сегодня про все свои проблемы рассказываю, вы уж извините, но да, раз я уже рассказываю о своем опыте, поэтому приходится делиться. Так вот, у меня воспалился остеохондроз, и это у меня происходит каждую осень. Я думаю, у кого есть шейный остеохондроз, тот знает, что обычно осенью, как раз-то в холодное время года, начинает болеть с этой стороны у меня, с левой стороны, начинает болеть шея. И я уже перепробовала много мазей, и все мази в аптеке я уже скупила и попробовала, но мне особо ничего не помогает. И тут я уже вот в такой панике, истерике, не знаю, чем помазать, я увидела в аптечке этот бальзам, и не знаю, как я так сработала моя интуиция, я им намазала себе вот это место, которое у меня болит. И вуаля, буквально через 2 минуты боль утихла. Я вообще не поняла, как это может быть. Я думаю, может, совпадение какое-то. Через там день у меня опять начались эти боли в этом месте, я опять взяла этот бальзам, опять его намазала в район шеи, и опять нету, боль пропала. Я начала читать состав его, там в составе различные масла, натуральный и органический состав. Думаю, ну, может, какие-то масла так подействовали. Потом начала читать отзывы, думаю, может, кто-то уже писал об этом, что он работает не только как бальзам от синяков и ушибов, раздражений, а и как какое-то обезболивающее средство. Но я таких отзывов не нашла, поэтому я не знаю даже, как это объяснить, но вот этот бальзам, он у меня хорошо работает для удаления боли в суставах, ну, в частности, шейный остеохондроз. Так как в этот период года кожа становится сухая не только на теле, но и на лице, коже нужно хорошее увлажнение, питание, для того, чтобы она не пересыхала и не появлялись морщины. Под глазам, я, по-моему, не показывала, я сейчас использую патчи активно, вот такие у меня золотистые патчи. И я пробовала на iHerb уже несколько вариантов патчи, и одни мне ужасно не понравились. Я ссылку вот оставлю на них под видео, которые абсолютно не советую заказывать, потому что они не предотвращают морщины, они, по-моему, наоборот, появлению морщин способствуют, потому что кожа ужасно пересохла после них, хотя они должны, наоборот, были увлажнять. Эти же увлажняют хорошо и разглаживают. Главное их держать не 5 минут, как я раньше думала, а их нужно держать 20 минут для того, чтобы увидеть результат. Поэтому вот такие патчики в зимний период очень тоже актуальны, и мне вот эти очень нравятся. Конечно же, с iHerb стоит попробовать мед, потому что там тоже выбор большой, мед там натуральный, я проверяла их на натуральность, эти меды, которые заказывала, меды, которые заказывала. И мне больше всего нравится именно вот такой, я его заказываю уже последнее время много раз, потому что все остальные перепробовала, но цена-качество, мне нравится это. Этот необработанный мед чистый, он засахаренный, он у меня сейчас закрытый, потому что там у меня уже на дне осталось, на столе стоит, и показываю вам баночку закрытую. Я его пью каждое утро, вообще так круглый год, со стаканом воды принимаю, я вам об этом уже говорила, но зимой это особенно актуально, пить мед, чай с медом, или просто его есть, там ложечку-две в день, тоже очень полезно, и для общего состояния кожи, волос, и также для поддержания иммунитета. Также на iHerb есть огромный выбор арахисовой пасты, и я тоже перепробовала там уже большое количество, и больше всего мне нравится этой марки, их пасты. У меня две любимые, точнее, одна любимая моя, вторая любимая детская. Моя уже закончилась, детская есть в наличии. Дети любят с белым шоколадом, она немножко сладенькая, немножко солененькая, и именно поэтому она им нравится. Моя же любимая паста, чистая арахисовая классическая паста, я ссылочку на нее оставлю под видео. Перепробовав множество всего, она именно самая такая вкусная, в плане того, что она просто похожа на чистый, поджаренный, немножко соленый арахис, без каких-либо добавок. Но производитель точно такой же, как у этой пасты, и, на мой взгляд, они лучшие. Также я стала огромным фанатом кленового сиропа. Я вам когда-то поговорила о том, что, когда я первый раз заказала с Айхёрп кленовый сироп, к тому времени у меня было какое-то плохое о нем мнение, потому что когда-то я купила у нас в магазине его, и он был отвратительный, мерзкий. И я думала, что это просто у меня что-то со вкусом не то. Но, когда я заказала Сайхерб кленовый сироп, я поняла, что это не у меня что-то не то, а это в наших магазинах что-то не то, потому что в оригинальном виде органический кленовый сироп, он очень вкусный, это отличная альтернатива заменитель сахара, у меня тут рыбки плескаются в аквариуме. Очень вкусный, очень хорошо подходит к блинчикам, дети его очень любят с блинчиками, да и я тоже этим грешу. Люблю, ведь ваши слюнки потекли, вспомнила этот вкус, блинчики с органическим кленовым сиропом, очень вкусно, очень сладко и при этом не очень вредно. Два продукта из декоративной косметики, которые я тоже вам советую попробовать, это лайнер, лайнер от Physician Formula, вот такой черный фломастер, видите, я его держу вот так, я хотела об этом как раз-то и сказать, что его нужно хранить, потому что многие, я знаю, жалуются на него, что он у них плохо рисует, потому что его, наверное, хранят вот в таком положении и, соответственно, все стекает вниз и он начинает плохо рисовать. Поэтому всегда после того, как я накрашу свои стрелочки, у меня они накрашены сейчас тоже, можете посмотреть, как это выглядит, накрашены тоже этим лайнером, всегда, когда накрашу, всегда ставлю его в стаканчик вот именно так, и у меня проблем с тем, что он у меня пересыхает, никогда не возникает. У него очень хороший тонкий кончик, который не царапает кожу, очень гладкий, можно прорисовать как тонкую стрелку, так и толстую, держится отлично на протяжении всего дня, ничего не смазывается, не исчезает, не трескается, как иногда бывает вот у лайнеров подобных, и также долго не заканчивается, что мне нравится, что больше чем полгода, около года у меня вот этот лайнер служит, это у меня уже второй лайнер. И второй продукт, это помада от Эльф, полуматовая, она у меня в оттенке, кажется, чайная роза, но, опять же, не помню точно оттенка, она у меня уже почти заканчивается, потому что я ее активно пользуюсь, видите, вот такой красивый, красивый оттенок, но я им пользуюсь не вот так, как я вам показала, не в таком оттенке я его наношу на губы, я его всегда вот, если промокнуть несколько раз, получается такой бледный, красивый оттенок, очень похожий на естественный оттенок красивых губ. На этом я буду закругляться, я все, что хотела вам показать, показала, я надеюсь, видео вам будет полезно и поможет вам как-то определиться с выбором на iHerb, если это так, ставьте лайк, не забывайте, мне всегда очень приятно, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, чтобы не пропустить новые видео, увидимся с вами скоро, всем пока!